Итак, тема, которая там прозвучала, это была тема «Старец и ученик в прошлом и настоящем». И, может быть, хотя и неделя прошла почти, но суть сказанного заключалась в том, что в прошлом, в далёком прошлом, который отделяет уже нас от него, по-видимому, не менее, по крайней мере, полутора тысяч лет, в прошлом действительно были те ученики и те старцы, которые находили полное взаимобщение и взаимопонимание в одном и главнейшем вопросе. Совсем не в том, чем более всего мы увлекаемся, совсем в другом. они прекрасно понимали, в отличие от многих последующих поколений, в том числе, наверное, отчасти от нас, для чего пришёл Христос. Знаете, отцы хорошо сказали, Бог будет судить нас не за то, о чём мы думали и о чём даже мы говорили, и то, что мы писали, а будет судить нас за то, как мы жили. Вот ведь интересная вещь. Наше время, напротив, то есть это не только, наше время – это уже, так сказать, некий результат предшествующей, конечно, эпохи. Наше время характеризуется тем, что мы очень много говорим и почти ничего не делаем. И подчас это неделание обусловлено не только тем, что у нас действительно силы очень слабые. Мы не можем справиться с самыми элементарными вещами. С какой-нибудь несчастной мыслишкой не можем справиться. Но и другая есть причина. И причина, которую можно было бы не только выявить, но и которую можно было бы упразднить, как таковую. У нас нет достаточных знаний. Иногда человек хотел бы быть настоящим христианином, хотел бы жить так, как это следует. Хотел. И, как только приступает к этому, теряется перед тем, а как это делать. Когда нам называют такие простые вещи – ну что ж, живи по Евангелию и кайся в нарушениях. Кажется, нет ничего проще. Кажется, всё ясно. Верно. Ясно до тех пор, пока мы не дошли, пока мы не дошли до, если хотите, леса, даже чуть ли не джунглей, в которых очень легко заблудиться. Просто для того, кто ничего не делает. Знаете, как говорят, чужую беду руками разведу. Вот и здесь тоже. Стариц и ученик. Что проще? Обратился к старцу, живи по послушанию, делай, как он прикажет, и всё. И ты на небесах. Верно. Может быть, когда-то это и была такая возможность. Но уже даже в древности, как вы помните, многие говорили о том, что не так-то просто найти такого человека, каждое слово которого было бы одушевлено Духом Божьим, исходило бы из видения души человеческой, исходило бы действительно из реального опыта духовной жизни. Даже в древности это было совсем нечасто. Правда. Зато, когда такое случалось, и когда ученики приходили к такому человеку, а обычно их было два-три, не больше, то они действительно, как говорили отцы, буквально взлетали на небо очень быстро. Ну, кто старец, кажется, нам понятно. Хотя, ещё продолжу об этом. Это совсем ещё не совсем ясно. Не совсем это ясно. Кто ученик. Вот очень важно. Потому что сейчас, кажется, очень множество людей, которые хотели бы быть учениками, хотели бы быть в послушании, и подчас действительно не представляют, что за этим стоит. Ученик – только тот, кто действительно искренне хочет только одного – осуществления того, ради чего пришёл Христос. Именно осуществления в своей жизни, в своей внутренней жизни, и насколько это возможно, и внешней тоже. Ученик – это тот, кто искренне, искренне готов отречься от всего на свете ради исполнения заповедей Божьих. Вы удивитесь, может, я подчёркиваю заповедей Божьих? Ох, как это насущно! Множество и множество людей готовы отрекаться от всего и от себя самого ради исполнения воли своего кумира. Не узнав броду, прыгаем в воду. Хватаемся за того, кто, как кажется, кажется, не познакомившись, не узнав, не испытав, как, помните, писал Иоанн Лесичек преподобный, не искусив даже в хорошем смысле этого слова, хватаемся, и получается, по слову Христа, очень часто – слепой слепого поведёт, оба упадут в яму. И нет никакого оправдания в том, а как же Бог видит? Да, я же искренне хочу. Нам дан разум. Мы не животные, которые можем стихийно, как овцы, плестись. Разум дан, рассуждение дано, стремление дано. Почему так предупреждают отцы? Прежде рассуди, узнай, и, так сказать, искуси, прежде чем верить в свою судьбу, свою душу кому-либо другому. Вот это первая великая истина, которая, к сожалению, к сожалению, сейчас для многих или неизвестна, или предана забвению, или даже отвергается с негодованием. Как хорошо за кого-то уцепиться, и неважно, куда он идёт. В болото? Ну и что ж? Безрассудность. Это убийство нашего времени. Просто приходится поражаться даже, что происходит. Знаете, есть вот строки, строки, знаете, «Вера в нас, возвышающий обман». Я бы сказал, их надо бы сейчас иначе бы сказать. «Вера в нас, убивающий обман». И это будет, наверное, очень точно, судя по той реальности жизни, с которой мы сейчас соприкасаемся. Сколько сейчас старцев! Это беда сущая! Я почему говорю «беда»? Потому что это, увы, большинство из них совсем к таковой категории не относятся. Истинный старец скромен, никуда не лезет, не играет никаких учеников, отбивается, если хотите, спрячется. И, может быть, многих мы действительно не знаем за какой-то самой простенькой внешностью, ничего не обращающей на себя внимания. и скрываются. А зато вот то огромное количество, которое мы встречаем, как правило, к сожалению, да, люди другого плана. В каком отношении? Зараженные самым элементарным тщеславием, самым элементарным исканием славы человеческой, а подчас даже и постыдной корысти. Возьмите, что только началось с одним отчитыванием только с этим. Какой ужас! Какой ужас, что творится! Заражают наш народ беснованием настоящим! Христос изгнал бесов, свиней их направил. Теперь свиней рядом нет, сельское хозяйство разрушено. И они куда направляются? И они куда направляются? В людей. Святые отцы категорически запрещают это. Обвиняют даже тех монахов, говорят, это недостойные даже, которые занимаются этим вещами. Деяния апостолов прямо говорят нам, что случилось с теми, которые, не изгнав беса страстей из себя, начали изгонять бесов из других. Знаю Павла и Христа знаю, а вы кто такие? Марсунов Великий прямо пишет грозные строки. Как ты смеешь, не изгнав беса страстей из себя, пытаться изгнать это из других? И люди не знают этого. Бегут толпами, где там, что там. Можно их понять. Это бедные люди, страдающие. А знаете, утопающие готовы и за соломинку схватиться. Всем это известно. Не обвинишь их даже. Но как важно говорить, объяснять это людям, чтобы знали они хотя, с чем они соприкасаются. Господь не позволял ни одному бесу кричать, как закричит, тут же прекращал. Народ сбегается, тут же изгонял. Почему? Понятно. Кто такое бесы? Лжецы. Сейчас это на видео, на аудио, на всё записывается, фильмы распространяются. Заражают бесовщиной. И кого? Кто видит, кто слушает и смотрит-то? Верующие люди. Вот до какого состояния мы дошли. Бесов слушаем. Подумайте только. Дьявол – клеветник. И мы слушаем. Что он говорит? Как он изображает, как он бежит от этих псевдоизгнателей? Каким обманом занимается? Сколько смущает наших людей? Заражает их? Убивает их буквально? И во что превращает? Святые отцы говорят, что вот это внешнее беснование, оно ничто по сравнению с беснованием страстей, которые существуют в человеке. Это внешнее беснование иногда бывает полезно человеку. Бог посылал даже иногда святым старцам это. Вы слышите? Даже посылал. Почему? Это внешние болезни. Это внешнее, которое делает с человеком, что хочет. Человек не хочет, а его корчит и так далее. Кричит, хрипит. Это внешнее. А страсти – вот где ужас-то. Вот что может уничтожить душу человеческую и мучает выше, хуже всякого беса. Почему об этом я говорю? Мы говорим о старцах. Ведь это же всё кто? Это те, которые напустили на себя вид старца. Они видите, чего достигли? Бесовы сгоняют. Да ещё как? По расписанию. Представьте себе, какого-нибудь святого, который повесен в своей келье. Да, исцеляю. Исцеляю по пятнице в три часа дня. Как вы можете? Воскрешая мёртвых по вторникам в семь вечера. Что вы сказали? Вы что, смеётесь? Смеётесь? Изгнание бесов – это что такое? Это не чудо, да? По расписанию. Первый признак, сразу ясно. С чем и с кем мы имеем дело? Ещё и ещё раз. Важно нам помнить, важно знать эти замечательные слова Иоанна Лестящика. Прежде нежели отдать себя кому-либо в руководство. Узнай, разузнай и, так сказать, искуси этого корнчего, чтобы не попасть вместо пристани на камни и не обрести настоящей погибели. Вот, оказывается, какая проблема старчества. Какая сейчас она? Сейчас, насколько она особенно актуальна? В советское время так не было. Вы знаете? Это было счастливое время. Ну, понимаете? Старцев, можно сказать, не было. То есть, это были где-то звёздочки. Но они как были спрятаны. Если к ним ходили, то по особому там знакомству только. И всё. Сейчас свобода. Куда хочу, туда иду. Кто хочет, тот себя являет таковым. И вот мы видим в то же время ещё одну опасность, которая связана с этой же самой проблемой. Где было раньше говорить о какой-то прелести там или истинной духовной жизни? Где там? Дай Бог хоть где-то найти храм священника, прийти, помолиться, поисповедаться, причаститься. Сейчас изобилие. Изобилие. Множество. И вот здесь возникает очень непростая проблема. В церковь многие вступают без всякого знания христианства. Кое-что схватив, кое-что прочитав, и на основании этого создав уже представление о христианстве. Результаты какие возникают? Подчас самые бедственные. Ведь нет ни большей опасности для человека, как оказаться в том состоянии, которое на аскетическом языке называется прелестью. То есть человек льстит себе. Причём не просто льстит, а в высшей степени льстит себе. Мы все льстим себе. В этом смысле мы все в прелести. Все считаем себя хорошими. Я думаю, что никто не считает себя плохим человеком. Ну, по крайней мере, я так думаю о себе. Вот так. Вот. А тут ещё, оказывается, может быть прелесть, когда не только себя считают хорошим человеком. И это, оказывается, даже полбеды. Ещё хуже, когда я считаю себя, что я не фунт изюма. Вот в чём дело-то. И благодать во мне действует уже. И к Богу я ближе, чем другие люди. И, знаете, и бывают проблески прозорливости даже. А иногда и даже и чудотворение. Вот оно, что бывает. Человек чувствует себя уже лёгеньким. Он на морозе может не мёрзнуть. Одеваться легко. Чего только не бывает. И вот сейчас мы видим даже в наших церковных магазинах подчас литературу, которая буквально может являться, ну, соблазнительной. Соблазнительной. Литература, которая исходит подчас из очень авторитетных мест, а предлагает человеку такие пути, такие средства спасения, которые действительно могут человека прямо, что называется, погубить. Я, как вы знаете, там я не хотел называть никаких, так сказать, источников координат. И здесь тоже не хочу называть. Вот. А вот привести, что нам сейчас проповедуется, что продаются, вот это, пожалуй, пожалуй, и стоит. Потому что вещи очень-очень подчас серьёзные. Прямо чёрным по белому читает. Два пути ведут нас к Богу. Путь суровый и утомительный, с суровыми сражениями против зла, и лёгкий путь посредством любви. Многие люди избрали суровый путь и пролили кровь, чтобы принять дух. Я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуете и вы им. Что это за лёгкий путь? И верный путь? Ответ. Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму и склейте своей души. Проделайте маленькое отверстие, чтобы проник свет, и тьма исчезнет. Красиво. Тоже в отношении страстей и немощи не воюйте с ними. Не нужно ни дьявола бояться, ни ада, ничего. Должна царствовать любовь ко Христу. Оставьте все немощи, чтобы не узнал о них супротивный дух и не стал мучить вас и погружать в уныние. Не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них. И не говорите, Боже мой, освободи меня от того-то и того-то, от гнева, например, тоски. Нехорошо думать о какой-то страсти. Не сражайтесь с искушениями. Что такое творится? Это что такое? И нигде не объясняйте, что же такое тогда любить Бога? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Царство Божие нудится, то и силой берется, и понуждающий себя приобретает его, говорит Христос. Здесь что? Не боритесь. Любите Христа. Знаете, откуда идет? Весь Запад наполнен этом. Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Блаженное состояние любви к Богу. Забудьте о страстях. Не воюйте с ними. Не боритесь. Церковь, весь Великий пост призывает людей с поклонами молиться. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, помните, все с поклонами, земными призывает молиться. Здесь нас к чему призывает? Оставьте все это. Любите Бога. Кажется, такая хорошая вещь. Любовь к Богу. Ну как же? Разве это не первая ли заповедь? Как важно узнать, что стоит за этим. Речь, оказывается, не о каких-то эмоциях и чувствах, которые мы в себе начинаем, там, знаете ли, создавать, искусственно создавать. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Еще бы! Как по отношению к другому человеку узнается любовь? Когда я для него делаю то, что для него нужно. Правда же? А не в том, скажу, ах, какой ты хороший. Я тебя очень люблю, и пошел вон. Я тебе ничего не сделаю. Даже по отношению к людям мы понимаем. По отношению к Богу забываем об этом. Вот эти вот печальные вещи, они же очень серьезные. Серьезно почему? Потому что уводят людей на действительно легкий, в кавычках, путь. Это путь обманный. Путь, пойдя по которому, люди просто погибнут в полном смысле этого слова. Как строго об этом предупреждает, например, афонский старец, очень хороший, Ефрем Мураитис. Знаете, есть книга, вот я здесь купил эту книгу, «Отеческие советы». Архимандрит Ефрем Мураитис, афонский, он сейчас в Америке, он призывает, «Подвязайся, чадо мое, ибо путь Божий узок и тернист не сам по себе, а по причине наших страстей. Приложим большой труд, и наши руки будут истекать кровью, а лицо покроется потом, уступками не давай пищи своим страстям, потрудись теперь, сколько можешь», и так далее. Я не буду зачитывать. Я вам сказал, афонский старец Ефрем Мураитис. А вы знаете, как я вам цитировал? Открою секрет. Тоже афонский старец. Порфирий Кавсо-Калевит, что пишет, «Оставьте немощи, не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от них, и не говорите, Боже мой, освободи меня от того-то и того-то». На этом пути нет покаяния. Того главнейшего, без чего человек никогда не может сделаться нормальным человеком. Почему? А потому что покаяние свидетельствует о простой вещи, что я вижу, я не тот, кем должен быть. Покаяние свидетельствует о каком-то элементе моего смирения. Покаяние, именно оно, только может изменить человека. Поэтому видим, как святые отцы, как святые отцы, все, независимо от уровня своей духовной жизни, непрерывно призывают только к этому. Это просто Исаак Сирин даже, уж такой, знаете ли, высочайший делатель, говорит, говорит, «Нет ни одной добродетели высшее покаяние. Делание его никогда не может достигнуть совершенства». Марк Подвижник, «Нет ни одной добродетели высшее покаяние». Святые отцы постоянно говорят об этом. Здесь? А что покаяние? Я люблю Бога. Что еще нужно? Вот этот путь, я бы сказал, западного мистицизма, вот этой восторженности, вот этой мечтательности, знаете, как в теплую водичку любви погрузиться. Такая мечтательность. Убийственная, коварнейшая вещь. И, увы, она, видите, распространяется сейчас и на наше православие. Вот беда! И легко может быть воспринято, почему она увлекательна, привлекательна, она сладостна, и, главное, ничего не надо делать. Вот беда какая! Вот старцы, я говорю, или другие, пожалуйста, я сейчас что-нибудь процитирую, вы будете, мне кажется, просто в восторге от тех старцев, которые сейчас вот издаются вот неоднократно, уже несколькими тиражами, например, издается литература, издается книга «Лучезарный батюшка» «Воспоминания об игумене Гурии Чезлове». На батюшке Гурии был Дух Святой. Господь открывал ему многое о людях. Два года тому назад мы ехали из храма по проспекту Победы в Вологде. И батюшка сказал нам, послушайте, вот из тех, кто идет по этой улице, спасутся шесть человек. Здорово! Правда? Какова степень прозрения человека, видения душ человечества? Попробуйте, проверьте. Семь или пять, или ни одного, или все. Убедительно. И люди попадаются на такие вещи. А батюшка Гурий сказал, на моего сына была наведена порча. А батюшка Гурий сказал нам, какие надо заказывать молебны. Очень важно, не ошибитесь, какой. Не той иконе Божьей Матери закажете, например, все пропадет. Все, проку не будет. Например, если от пьянства закажете вы вместо неупиваемой чаши, например, Владимирской иконе Божьей Матери, все, проку не будет. Ведь Божьей Матери-то сколько? Одна разве, да? О, впервые слышу. А я думал, нет, что их восемьсот. До чего мы дошли? Какие заказывать молебны? И про колдунью сказал, что это средняя степень колдунья. Но, слушайте, чувствуете величина? Не плюй на землю, иначе враг узнает твои мысли и может легко тобой управлять. Знали это? Смотрите, будьте осторожны. Плюнь и так невзначай. И откройте все свои мысли. Это смешно, и слезы проливать можно. Книга, как десятитысячными тиражами, уже, по крайней мере, дважды была издана. По крайней мере, я видел второе издание. Расходятся, хватают. Дайте. О Богом данной Макарии. Это еще что такое? Во всей России ни один человек не страдает так, как я. Своими болезнями я всю Россию загородила. От супостатов, естественно. Вот я мешаю колдунам. Они меня и портят. Я же на кресте у Господа Бога крест такой, такой, какой никто не несет, кроме ее. Матушка, есть ли в России еще человек, который как-то исцеляет людей водичкой и маслицей? Кого так быстро может услышать? Царицы небесные. Не дал Бог такого человека, сказала она с сожалением. Видите? Замечательно. Царица небесная говорит ей, я весь христианский народ прошла, а замены тебе не нашла. Я знаю, как народ к ней, к ней я знаю, как ходил, как мне доказывали, что это святая и так далее. Она освящает маслице, она освящает воду. Причем, чем большее количество воды, тем, оказывается, больше надо освящать. И так далее. То, что может делать только священник, она совершенно спокойно это делает, и люди бегут. Она указывает точное время, день и час, когда нужно выпить водички, когда нужно помазаться маслицем, какое место помазать маслицем. все это же самое-самое важное, что нужно. Старица. Старица. Еще просто один пример приведу, больше не буду. Уже неоднократно выходит книга «Чудеса нашего времени». Последнего времени. Некоего иеромонаха Трифона. Иеромонах ли он, не знаю, но вид весь, все одет, как положено. А в одну, цитирую, из ночей демоны меня даже распяли. Распяли прямо на моей кровати. Ох, как здорово! Правда, интересно? Что в наше время важно? Три кита спасения в последнее время, которые уже наступило. Ночные моления, круглогодичный пост, безбрачие, а в семьях мужа с женой жить, как брату с сестрой. Вот три кита спасения. В наше время. А вот его откровение. Через сутки вышел из копчика змей остромордый длиной пять метров. Кажется, достаточно одного этого, чтобы уже все понять. Не понимается. Знаете, это уже я обращаюсь к вам. Что творится? Скажите, в чем дело? Кажется, настолько очевидные вещи. Совершенно очевидные. Толпы. Но это ладно толпы. Книги издаются десятками тысяч тиражей. Мало того, что раскупаются. Они продаются в церковных лавках. Вы слышите? В церковных. Что это такое? Поэтому все святые отцы, все действительно святые, так строго, так настойчиво предупреждали о необходимости, огромной осторожности в подходе к тем, о ком говорят, прославляют, кричат и так далее, как о действительно старцах. Испытайте. Будьте осторожными. Надо нам-то прекрасно же понимать, что когда придет этот самый, не хочу называть его, даже антихрист, весь мир будет прославлять его как такого чудотворца. Вы слышите? Не просто властитель мира. Это для нерелигиозных людей. Для религиозных-то он кем будет? Он будет пророком, будет чудотворцем, будет целителем. Будет святым из святых. Вот кем будет. Вы слышите, к чему идет подготовка-то? Если мы так легковерно сейчас будем верить вот этим вот лжестарцам, вот таким образом мы тогда спокойно примем и этого величайшего старца, и величайшего учителя всех времен и народов. Идет психологическая и духовная подготовка людей к принятию. И прежде всего, кого готовят? Прежде всего, нас, русских людей. Почему? Нет ни одной страны, в которой бы православие было на таком уровне. Так было распространено. Столько было верующих православных, по крайней мере, считающих православными людьми, как в России. Нигде нет такого. И что мы знаем? Свидетель Игнатий Бринчинов прямо пишет, прямо пишет, предупреждает, наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Вы слышите, к чему идем? И кто первый идет? Не дай Бог, чтобы не мы оказались первыми. Это паразитные пророческие слова же сказано. В середине XIX века, вы подумайте, можно содрогнуться. Наш народ может и должен в силу, значит, логики, он видел какую-то логику нашего духа, нашего духовного состояния, и должен сделаться орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Каким образом? Видите, каким образом? Речки, речушки, ручейки, в конце концов, все собираются в одну могучую реку. Вот, оказывается, куда все эти течения ведут. Не боритесь со страстями, любите Бога. Бегите, бесовщиной занимайтесь, отчитывайте. Молитесь? Как? Помните, я говорил? Та-та-та-та-та-та-та! Каждая секунда молитвы Иисусова. Помните? В секунду молитвы Иисусова ничего лучше не придумаешь. К какому Богу интересово обращаетесь? А не важно. Главное – это раторить. Его язычок, его язык работал как моторчик. Представляете? Какое издевательство, какое кощунство над обращением к Богу живому и личному. Так вот, эти вот все речушки, оказывается, речушки стекаются в одну реку. Ученики, кто они? Уже мы говорили. Кто они? Первое и главное. Кто действительно подойдет с рассуждением к этому явлению нашей современной жизни? с рассудительностью, с осторожностью, который будет искать не авторитетов, прыгать не на того, о ком говорят все и шумят, а действительно познакомиться, послушать. Вот не скажу, кто, но один очень прославленный. Я несколько раз специально ходил на сушу, слушал его проповеди. Они так минут по 45-50. Полный хаос. Полный. Вы не скажете, о чем же говорил он? Обо всем на свете. Обо всем на свете. Раз, другой, третий. Очень большое сомнение берет. Почитайте вы проповеди святых отцов, почитайте их книжки, как все здраво, как разумно, если хотите, как глобус. Здесь все перемешано как вверх тормашками. И потом узнаешь, какие советы даются. Боже мой! Помню, еще в советское время. Вы венчаны? Нет. Запрещаю пречаться. Батюшка, он первый секретарь райкома. Разводись. Вы слышите? Что там пишет апостол Павел? Не спасется ли муж неверующий, женой верующий? Он ничего не понимал апостол Павел. Разводись! Ай-яй-яй! Это все советы от больших авторитетов. Что сейчас происходит? То же самое. Вы подаете записку? Так. А он в церковь ходит? Батюшка, нет. Не принимаем. Ух, как здорово! Оказывается, мы церковь, знаете, кого? Элиты. Церковь святых. Грешных мы не поминаем. Грешных мы не признаем. Он мало ходит в церковь. Он мало пречается. Редко. Или, может, вообще не пречается. Нам такие не нужны. Мы за них молиться не будем. А во время божественной литургии диакон вовсю говорит, о ком помолимся? О властях и воинстве и я. Неужели не слышим мы? А во властях и воинстве кто там? Все православные христиане, да? Да там, в случае, есть подчас, наверное, и антихристы даже. И сатанисты. И люди всех религий. И атеисты. Церковь молится. И понятно, почему. Понятно, почему. Чем более страдает человек, чем более он болен, тем более надо о нём молиться. Здесь вам предлагают не сметь подавать уже. Так вот, ученики, тот, кто хотел бы быть действительно теперь, ну, действительно учеником. Первое, что важно, видимо, знать. Первое – это искренне искать исполнение Евангелия в своей жизни. Второе – очень полезно, если бы найти человека, который мог бы подсказать, как это сделать. Но здесь, как мы видим, нужно быть очень осторожным. Поэтому такие святые, как святитель Игнатий Ивринчаин, и Феофан Затворник и другие, прямо говорят, постоянно настаивают, постоянно подчёркивают, что для нашего времени великое благо, если человек найдёт какого-то созвучного себе, искренне также стремящегося человека, с которым можно посоветоваться, посоветоваться. Но основное внимание должно быть обращено на что? На то, что наше время сейчас дало нам. Чтение, чтение свято-отеческой литературы. Кстати, её меньше в наших магазинах. Меньше. По часу не так просто даже найти. Зато полно всех о чудесах, о пророчествах, об Антихристе, о Распутине и не знаю во всём на свете. Это полно. Святых Отцов гораздо меньше. Но её-то именно они заповедуют читать. Потому что чтение свято-отеческой литературы, во-первых, объясняет нам очень многие вопросы духовной жизни. Во-вторых, напитывает дух. Вы знаете, как общение с человеком уже даёт человеку или положительное, или неотрицательное, так и книга – это тоже живое существо, с которым, общаясь, мы также воспринимаем этот дух и действительно получаем или что-то полезное, или, напротив, заражаемся духом противным. Очень важно вот это сейчас именно приобретать хорошую литературу. И её надо читать не как художественную. Взял – раз – и промахнул книжку. Нет-нет. Свято-отеческая литература – это литература огромной концентрации. Её читать нужно совсем понемногу. Буквально, может быть, несколько листиков, какой-нибудь аватрофея. Буквально несколько, может, листов. Но с вниманием, внимательно, стараясь понять, о чём идёт речь, стараясь напитаться, потому что здесь нет никакой фабулы, которая бы нас могла интересовать. Здесь мы ищем жизни путь, который бы действительно путь помог нам, объяснил нам, что нам, как нам нужно быть и что нужно делать. Но основное внимание, вы же знаете, на что обращают святые отцы? Именно на духовную жизнь. На духовную жизнь. То есть, на что? На то, чтобы мы были очень внимательны к своим мыслям, к своим желаниям, к своим чувствам, боролись с тем, что явно против Христа, что является явно греховным. И особенно призывают они к правильной молитве. Это удивительное дело. Но все не единогласно говорят, где нет молитвы, там ни о какой духовной жизни речь просто не может идти. Поэтому мы можем о себе очень легко судить. Можем просто очень легко. Да, я молитву учитываю, конечно. Да, учитываю. Ладно. А молюсь я или нет? Вот критерий, по которому можно судить о том, есть во мне хоть капли духовной жизни. Это первый важнейший критерий. Только встал на молитву, уже улетел в Америку. Ну что ж это такое? Где же она, молитва? Где? Где она, моя человеческая, человеческая моя разумность, сила, значимость? Где она? Минуты не прошло, уже улетел. Где нет молитвы, нет никакой духовной жизни. Не может ее быть. Молитва – это вот, выключайте. Включили – свет загорелся. Отключился – опять тьма. Поэтому святые отцы так настаивают постоянно и особенно призывают. Вот если почитаете, возьмите замечательные книги «Письма Валаамского старца», например, Иоанна Алексеева. Это замечательные просто «Письма Валаамского старца». Ну, просто наслаждение. Письма Игумна Никона Воробьева. Да. Вот посмотрите, все они постоянно призывают, призывают, особенно к молитве Иисусовой. Иоанн Алексеев, Валаамский старец, когда ему кто-то написал, что «да как же, от молитвы Иисусовой можно впасть в прелесть?» Он с возмущением пишет, с возмущением. Это говорит, вот еще вам одно коварство дьявола – отвлечь людей, отвести людей от той молитвы, которая наиболее нам доступна. Ибо ее мы можем произнести в себе, сотворить ее можем в любое время. Сидим, стоим, лежим, идем, даже слушаем. Всегда можно найти буквально несколько секунд, чтобы от всей души обратиться к Богу. Постоянно призывают к этому. Это, я бы сказал, одно из величайших открытий святоотеческого опыта. Это буквально открытие вот этой молитвы Иисусовой, которую можно произносить там через восемь слов «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешного». Можно пять «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Понимаете? Можно... Короче... Но это великое открытие, потому что оно дает нам возможность, возможность вступать, если хотите, в контакт, в общение с самим Богом в любой момент нашей жизни. Поэтому они призывают постоянно к этому, напоминают об этом. Всячески, если хотите, показывают и обличают тех, которые выступают против этого. Прелесть, знаете, когда рождается? Когда человек не молится, а изображает молитву. Когда начинает вот так... Та-та-та-та-та-та-та-ты... Сколько я сделал? Сотен тысяч. Когда он не молится, а считает, сколько он тысяч сделал. Вот здесь – да. Здесь можно и в прелесть спасть, и с ума сойти. Потому что обращается не к Богу, а к своему тщеславию. Питает тщеславие своё, а не Богу молится. Вот это первое, так сказать, и очень важнейшее делание. Всегда ученикам давалось правило. Правило давалось. И вот опять мы стоим перед чем? Если мы обратимся к наследию святителя Игнатия Принчанинова, что он пишет об этом? Он говорит, он говорит, нужно совершать молитву, сначала давать молитву ученику небольшую, правило совсем небольшое – сто молитв. Но с вниманием, с вниманием, полным вниманием и благоговением нужно совершать эту молитву. Потом сделать паузу. Речь идёт о монахах. Пауза, он имеет возможность. Потом ещё сделает. Вы видите? Причём после каждой даже молитвы делать маленькую, как можно сказать, люфт-паузу с тем, чтобы ум успел сосредоточиться, не рассеяться. Тогда только молитва будет действенной. Особенно на первых порах. Говорит, ни в коем случае нельзя дать себе, дать себе, что называется, свободу, ускорить эту молитву. Всё будет потеряно. Можно годы и десятилетия бесплодно тогда творить. С вниманием нужно. Душа молитву, внимание, говорят они. И особенно на первых порах нужно это делать с осторожностью, неспешностью, как говорит он. Ну, все, кто на фортепиано учился, знают. Сначала подходит, да где ж тут столько разберёшься? Раз! Взял до, кажется, сказали, а попал в ре. С какой, правда, как медленно начинает человек, потом поскорее, а потом уже радость и веселье. Так и в смысле молитвы. Они предупреждают об этом внимательно, неспешно и с большой, с большим благовением. Что нам предлагается? Другими учителями? Я вам только сказал. Как моторчик. В секунду молитва Иисуса. Вы слышите, как мантры какие индуистские читать молитву. То есть, молитву уже читать, а не молиться. Опять мы останемся перед чем? Вот вам старцы и вот лжестарцы. Вот советы и вот лжесоветы. Где критерии? Мы уже говорили об этом. Где критерии? Особенно для нашего времени критерий один у нас только. Постоянное обращение к святоотеческому опыту. Мы не протестанты, у которого каждый, для каждого, из которых свое мнение превыше всего. Мы следуем отцам. В этом суть православия, что мы следуем отцам, а не себе, не своему просто разумению, своему пониманию. Отцам мы следуем. И вот видите, как они говорят о молитве. Неспешные, внимательные, с паузами, с тем, чтобы приучить нашу душу, приучить постепенно наше сердце откликаться на это. И еще один момент очень любопытный. Вот в откровенных рассказах Странника, например, там он прямо говорит, что опускай внимание свое ниже сердца. серьезный момент. Игнатий Бринчанинов со всей силой подчеркивает, ни в коем случае нельзя опускать ниже. Ни в коем случае. Только выше вот этого. Выше немножко сердца. Потому что, если ниже, внимание, вы знаете, оно что делает? Оно возбуждает то место, на что мы направляем внимание. Ниже сердца оказывается, расположены центры, которые возбуждают плотскую страсть. Разгорячают кровь. Возбуждают, если хотите, человека. Особенно создают у него фантазии и мечтательность. Недаром Странник шесть дн, и он уже двенадцать тысяч молитв Иисусовых. Скорость космическая. Видите, какие серьёзные вещи? А кто из нас знает? Или молитву Иисусу как лучше делать? Иоанн Валаамский говорит, внимание нужно держать лучше в верхней части груди. Мы обычно, может быть, это в голове. Он говорит, лучше в верхней части груди. Тогда легче сосредоточить внимание. Тогда молитва действительно является молитвой. Скорее мы можем молиться. посмотрите, какие хорошие практические советы. Как они могут помочь человеку, кто хочет, конечно, научиться, кто хочет познать хоть немного христианства, христианскую религию, не догматы, не и те истины, которые сатана великолепно знает лучше всех нас вместе взятых, а познать вот то соприкосновение с Богом, которое осуществляется в частности через правильную молитву. При этом предупреждают они, что если человек по-прежнему ведет жизнь не сдержанную, не борется с собой, просто, скажем, недостойную и вздумает заниматься молитвой, напрасно трудится он. Никакая молитва Иисуса в прок не пойдет там, где нет понуждения себя, где нет борьбы с собой вопреки вот этим наставлением, где нет борьбы с собой своими страстями, не может быть и правильной молитвы. Потому что одной рукой, кажется, человек поливает, а другой состригает, что проку тогда. Как важно именно стремиться узнать, как и что на самом деле нужно делать, потому что только в таком случае мы сможем действительно хоть немножко понять те замечательные слова, которые слышим «вкусите и видите яку благ Господь». Ведь в чем беда нашего христианского состояния? Мы не ощущаем почти вот того блага, которым является Бог. А ощутить его невозможно без труда и без молитвы. вот мы находимся в Академии. Здесь есть и учителя, и ученики. И что же здесь специфического в этой школе? Чем он отличается от других там вузов? Самое главное, что мы здесь хотим, по крайней мере, иметь, хотим видеть и хотели бы, чтобы это было в жизни, что здесь основная задача не получение просто формальных знаний, а попытка хотя бы немножко, хотя бы несколько помочь человеку, который выйдет из этих стен, станет священнослужителям, богословам помочь хоть немножечко в православной христианской жизни. Вот здесь сама среда какая. Здесь расписание, утренняя молитва, перед пищей, принятием пищи, молитва, вечером молитва, праздники богослужения. То есть все создана обстановка, благодаря которой человек может соприкоснуться хоть немножко с Богом. Если он этого, конечно, пожелает. Потому что соприкоснуться с Богом. Вот весь распорядок этой жизни, он именно настроен на это, а не на что другое. Посты. Опять-таки, к чему они, что они дают? Ведь трудно человеку где-нибудь там в светском учебном заведении. Здесь опять приучают человека хоть немножко бороться своими желаниями, научить хоть несколько воздержанию. Ведь это же всем известные истины, что тот, кто не научился бороться с собой, никогда ничего другому помочь не сможет. Как он может научить другого, что не умеет сам? Вот здесь задача как раз нашей духовной школы, и почему называется она духовной? Не потому, что она является таковой. Вы слышите? Не потому, что является таковой, а потому, что задача ее стать духовной школой, потому, что цель ее, цель ее открыть человеку хотя бы немножко вот этот опыт духовной жизни через изучение святоотеческого наследия, теоретическое, и через хотя бы маленький опыт, маленькую практику личного, личного отношения человека к Богу, и молитвы, и воздержания, и разумных отношений друг с другом, вот, и обращение к чтению, к чтению, и опять, опять-таки говорю, к молитве. Вот эта вот среда наша академическая, она этим самым очень отличается от светских учебных заведений. Но есть, вы знаете, большое искушение и духовные школы как-то построить по образцу светских учебных заведений. Это действительно искушение очень большое. Вот эти факультеты, например, теологические, чем занимаются? Там, теоретическим изучением, вот, и очень часто нет никакого вот этого опыта, опыта церковной жизни, вот, а он крайне необходим или он там очень мало. В этом отношении вот школы-интернаты, школы, они имеют, конечно, колоссальные преимущества, потому что здесь создаётся атмосфера соответствующей жизни. Здесь можно воспитать хотя бы отчасти человека, который может стать духовным руководителем и помощником людям в их христианской жизни. В светской среде это сделать, конечно, гораздо сложнее. Поэтому у нас вот этот элемент, он выделяет духовные школы из среды университетской. Ведь, видите ли, мы же должны понимать, что образование это, суть образования прежде всего заключается в чём? Изменение человека. Так говорит духовное отношение к образованию. Изменение человека. Светское что говорит? дать человеку максимум познания. Сделать человека хорошим компьютером, хорошо заряженным, насыщенным. Повторяю ещё раз, духовное образование нацелено главным образом на изменение, хотя бы понимание самого характера этого изменения. Ну, если это возможно, то, конечно, и само изменение. Вот, если хотите, где самый центр и самый такой яркий момент, который различает образование духовное от образования светского. Я вам скажу, что когда-то и светское образование обращало внимание на воспитание, на изменение человека. Придавалось этому значение, но потом постепенно вот произошла некая деградация. И, кстати, не без сильнейшего влияния Запада, где уже давно оставлен этот момент изменения человека, где, напротив, культ так называемой свободы буквально сметает всё на своём пути, всё истинное становление души человеческой. Ну, что же, я подведу маленький итог. Значит, старец и ученик в прошлом и настоящем. Насчёт прошлого уже не буду говорить, ясно, настоящее, мы должны быть в высшей степени осторожны в отношении духовных наставников и руководителей. Основной принцип современной жизни, христианской жизни – это жизнь по совету, по совету, и я думаю, что когда мы найдём человека, который даёт нам хорошие советы, мы невольны к нему будем обращаться всё с большим, если хотите, почтением, уважением, благоговением. Но об одном важно сказать. Принцип послушания, беспрекословного послушания, который имел место в древности и который распространялся только на двух-трёх учеников при старце. этот принцип сейчас пропагандируемый некими лжестарцами является не только ложным, он является губительным. Никогда он не распространялся на отношения с мирскими людьми, даже со всем монастырём, даже со всем монастырём. Вот приходится постоянно повторять. У Варсенуфиоптинского к нему, к Варсенуфиоптинскому приходил весь монастырь на исповедь, все монахи. Послушников много было? Учеников? Один. Никон Беляев. Один, который был в беспрекословном послушании. Все прочие приходили за советом, за назиданием и только. Приходится вот постоянно предупреждать об этом и говорить. Нет сейчас принципа послушания беспрекословного послушания. Это беда. И там, где, если мы его увидим, где вдруг требование беспрекословного послушания, знайте, это лжестарец, от него надо бежать, как от огня. Это гордыня, это тщеславие. Никогда истинный, человек, истинно, имеющий истинное состояние, никогда не потребует себе беспрекословного послушания и требования. это один из ярких критериев отвлечения лжестарца, если хотите, лжедуховника от того человека, к которому можно обращаться и, может быть, нужно обращаться, у которого можем и получить действительную пользу. Это очень важный момент. Поэтому мы, все, являясь учениками, должны это знать, должны это понимать и искать человека, у которого можно получить разумный, добрый совет, сопряженный с святоотеческими мыслями, святоотеческой литературой и назиданием. Вот это очень важно. И, может быть, еще один момент, на который стоит обратить внимание. Все вот эти церковные установления, лучше сказать, церковные реалии, с которыми мы вот соприкасаемся и говоря о проблеме старца-ученика, все эти реалии являются не просто специфически церковными. Это неверно. Они являются архетипами для нашей обычной жизни, для нашего обычного образования, для наших обычных отношений между учителем и учеником. Какой принцип этих отношений? Он дан в Евангелии. Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вот критерий. А ведь ученики в то время на самом-то деле находились на положении почти рабов. Почему Христос такую вещь сказал? Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вот каков принцип отношений должен быть. Вот он, та норма отношений, которая существует между учителем и учеником, между духовным наставником и посомом. Дружба, друг, друг, друг никогда не приказывает. Друг советует, друг умоляет, но не командует. Опять мы к чему пришли. Вот он, критерий истинных отношений старца и ученика и в прошлом, и в настоящем. Это критерий и отношений учителя к ученику. Хорошо, спасибо. Теперь я оставил некоторое время для вопросов и обмена мнениями. У вас нет ощущения, что понятие совесть слегка девальвировалось или не слегка, или оно не может меняться по определению. Я вам скажу так, что нельзя рассматривать совесть как нечто статическое. Ведь голос совести, он зависит от очень во многом подчас от мировоззрения. Привожу самый простой пример – Страстная Пятница. Православный этот день и вообще ничего не едят. Строжайший пост. Но человек, который не имеет никакого отношения к православию, вообще не знает, что это такое, он спокойно пойдет в ресторан и там устроит, отметит какой-нибудь там свой день. Если это сделает православный, он умрет потом от голоса совести, если он пойдет в ресторан Страстные Пятницы. Человеку другому абсолютно он не чувствует никакие угрызения совести, и верно, и он действительно не согрешает нисколько. То есть, оказывается, содержание вот того, на что реагирует совесть, может быть различным. Зависит от чего? С одной стороны, от мировоззрения. С другой стороны, есть и другая сторона. Совесть можно сжечь. Сжечь! Совесть мне говорит, нельзя лгать, а я лгу. И неправильно. В конце конца, совесть замолкает. Нельзя лукавить, лукавлю. Совесть, оказывается, можно сжечь. И это уже, конечно, самое страшное дело. Так что, совесть, с одной стороны, может иметь различный объем того, на что она реагирует. С другой стороны, она может быть более живой или, напротив, менее. И это зависит от чего? От нашего отношения к голосу совести. Вот видите, святые, те люди, которые пытались свою совесть всегда держать в чистоте, она в них настолько обострялась, настолько чувствительна, что даже малейшие подчас, малейшая мысль негодная сразу вызывала у них эту реакцию. Это было замечательно. Совесть – это великолепнейший, я бы сказал, инструмент, который не позволяет ничему не должному войти в душу. Она ограждает буквально душу человека от всякого зла. И это великое благо. Но, как видите, она зависит вот от этих двух вещей. Вот. Поэтому, да, вы правы, что совесть может быть и девальвироваться, как вы сказали, а может и напротив может развиваться и быть, быть, как раз приобретать очень большую, так сказать, тонкость. Тонкость. Вопрос. А как вы относитесь к отчеткам отца Германа, которые проходят Сергею Лаври? Моя знакомая после отчетки отца Германа и его церковление избавилась от наркомании. стала счастливой матерью или женой. Этот факт многих людей привел в церковь. Кто знал от эту девушку, кем она была и кем стала? И может, ее перемена тоже помогла прийти в храм. Разве не по бладам и делам мы должны судить от Бога это или нет? Принцип верный. По плодам их узнаете их. И вот святые отцы насчет этого пишут. Вот видите, на основании каких критерий мы можем судить. Вот святые отцы пишут, что многие, кажется, исцелившись от внешнего беснования, подвергались с очень большой силой беснованию страстей. То, о чем мы говорили. Беснование, которое связано с отчиткой, это беснование тела. Ну, мы знаем, что творится с человеком. А вот беснование страстей святые отцы называют самым тяжелым недугом. Святитель Игнатий Валенчинов прямо пишет, говорит, это беснование внешнее, оно, оно, это как и любая болезнь просто, как физическая болезнь, как, может, психическая болезнь. Это внешняя болезнь гораздо опаснее болезнь духовная. Так вот, в связи с этим мы должны и оценивать подобного рода явления. У тех же, у Кассиана Римлянина, например, прямые есть указания на то, что очень часто пишет он люди, которых, у которых, как кажется, изгоняли бесов, впадали в многие и омерзительные страсти, и они становились еще хуже, чем, так сказать, было вот это внешнее объяснование. Предупреждает об этом, потому что это говорит опыт, а они что-нибудь. Вот эти же внешние вещи, которые мы наблюдаем, что вдруг человек, так сказать, избавился от наркомании и там стал счастливой жизнь и так далее. Слушайте, о каком подходе мы говорим? Мы материалисты или религиозные люди? На что интересует? Наверное, то, ради чего сейчас идут толпы к духовникам. Батюшка, мне жить в каком городе? Мне что, корову продавать, да? Или покупать? У меня муж пьет, как мне сделать, чтобы он не пил? У меня брат наркоман. Одни проблемы какие? Только, только материальной жизни, только этой жизни. Поразительный материализм у кого? У верующих людей. Я уже говорил как-то, было бы очень бы здорово взять диктофончик и подойти к этой огромной толпе, допустим, которая стоит, ну, допустим, преподобного там Сергея или там еще где-нибудь и спросить, вы с чем стоите? Сюда. И записать. Я думаю, что открылась бы картина, о которой можно было бы заплакать. Все с какими проблемами? Житейскими. Не знаю, нашелся бы ли хоть один человек, который бы сказал, «Вы знаете, я вот иду к преподобному, я не могу избавиться никак от зависти. Сосед – хороший человек у меня, но я не могу, завидую. У него вот то-то, то-то и то-то. Иду к преподобному молиться, что помог он мне». Много найдете вы таких интересных? Один материализм. Дай нам благо на земле, дай мне избавиться от этой болезни, от такой-то скорби, от таких-то искушений, от таких-то напастей. Ни звука, ни мыслей о своей душе, которая-то и наследует вечность. Материализм. Вот и здесь то же самое. Когда мы идем за такими вещами, в той же отчитке, если хотите, мы должны прежде посмотреть на другую сторону, как святые отцы говорят и учат об этом. Вот что нужно посмотреть. Тот же Гасян Римлянин пишет, а мы не называем тех монахов добрыми и хорошими, которые хотят слыть изгнателями бесов и которые делают свои деяния напока всем людям. Египетские отцы прямо говорят, та добродетель, которая становится очевидной для всех, уже становится грехом. Да и потом, ну что вы, ну подумайте. Скажите, само слово, по расписанию можно чудеса творить или нет? Ответьте, пожалуйста. Сами себе, мне не надо. По расписанию, да. Пойдите, посмотрите. Расписание и знание бесов – это что такое? Это чудо. Чудо. Посмотрите, все Евангелие наполнено. Это чудо. И вдруг чудеса по расписанию? Неужели мы не должны задуматься об этих вещах? С кем мы вступаем в контакт? С какую силою? Святой Церкви строго-настрого предупреждает, как ты, не сгнав страстей из себя, бесов страстей, дерзаешь изгонять бесов из других? Деяние апостола повторяю еще раз. Знаю Павла и Христа знаю, а ты кто такой? А вы кто такие? Избил и изгнал их. Это был образ. Там физическое было избиение. Гораздо хуже, когда это избиение происходит духовное. Вот, что я могу ответить. Имен не называю. Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, о игуменик они воробьёк. Сначала, так сказать, для светской аудитории, что это был человек очень образованный. Достаточно сказать, что он выучил только немецкие, французские языки, только для того, чтобы читать философские труды в подлинниках. Он был прекрасный. его картины, когда он учился, в школе висели еще младшие братья учились, а его картины все висели в карте образцовых. Он играл на альте, ну, скрипках, пел в хоре, был регентом. Вообще, человек был универсальных каких-то дарований, великолепный стилист, прекрасный дар слова. Вот все, вот бывают люди, ну, рождаются такие, прям, россыпь целые. Все это оставил, приняв в 31-м году монашество. Все оставил. В 31-м году, вы понимаете, что это такое, принять монашество? Это надо быть человеку что? Сумасшедшим, да? Через два-три года его арестовали, естественно, и он говорил, ну, вот, я первый комсомолец. Почему? В Комсомольск-на-Амуре. Начали созидать Комсомольск-на-Амуре. Вот так. Так вот, человек это все, что он здесь ставил? Просто оставил этим заниматься, оставил эти все вещи. И, поскольку время небольшое, да, скажу только, он завещал всем, кто, так сказать, ну, хочет послушать, завещал руководство христианской жизни, своей духовной жизни, творение святителя Игнатия Бринчанинова. Для нашего времени, сказал он, нет лучшего руководителя. Уже живого человека найти просто практически невозможно. Руководствуйтесь им, изучайте его, не оставляйте чтение его никогда, постоянно его читайте и назидайтесь. Он подлинный руководитель для нашего времени. подлинный руководитель. Вот это его завет. И последнее, что он в завещании сказал, в своем завещании, на что следует нам обратить внимание. Сейчас какое-то время у нас, время какого-то ожесточения, какого-то осуждения, какой-то неприязни. Все друг другу завидуют, осуждают. Он буквально умолял, жалейте друг друга. Жалейте друг друга, независимо от того, кто он и что он. Жалейте. Говорит, я уже боюсь сказать любите. Он так говорит. Уже боюсь, слишком высоко. Хотя жалейте друг друга. Вот его завет, который, мне кажется, достоин всякого внимания. Ваше отношение к философии и к философам. Ну, я могу сказать, вы знаете, немножечко так непочтительно, да, но есть тут две стороны. Если так в целом уже попытаться сказать, то это блуждание слепых котят в поисках своей мамаши, чтобы покормиться молочком. Откуда она возникла? Изыскание истины. Какой? которой у меня нет. Я ее ищу. Много было замечательных людей. Многие говорили о прекрасных вещах на этих путях. Но что не философ, то свое видение, свой подход, свое понимание. Если посмеять только человеку, который познакомился с историей философии, он просто поразится действительно. Что ж такое творится? Миллионы философов, миллионы точек зрения. Поистине во тьме блуждания слепых котят. Но для многих философия явилась тем средством, благодаря которому приходили к христианству. Кстати, игумен Никона, о котором вы спросили, он же воспитывался в христианской православной семье, но когда пошел в школу, он скоро оставил религию, увидел, что она действительно мрак и тьма. Весь ударился в науку, скоро увидел, что и наука, оказывается, проблемами смысла жизни не занимается, бросился в философию. Он действительно очень хорошо знал историю философии, просто великолепно. Да. И пришел вот к такому выводу. Увы, философия не дает ответа единого. Что не философ, то свой ответ. Бросился в психоневрологический институт в Петербурге, в Петрограде, а там, говорит, оказывается, вместо психологии изучают кожу человека. Ну, он так выразился. Какая там психология? Один Достоевский выше всей этой совокупности наук психоневрологического института, говорит он. Через вот это познание философии, кстати, затем этой психологии, он пришел к принятию православия. Так что для многих философия явилась пестоном во Христа, как это и говорили древние философы. Вот в чем ее ценность. Если она приводит ко Христу, если человек видит, что бессмыслицу всего и нет ответа, тогда это ценность. Но когда философия гордо поднимает свою голову так и говорит «я», тогда беда. Что такое осуждение? Ну, осуждение – это значит, «я бы такого никогда не сделал». Вы слышите? Я надо же дрянь какая. Вот что такое осуждение. Понятно? Вот еще вопрос, который в нескольких записках приблизительно звучит так. Обратил внимание, что исповедуют всегда в одном и том же и все равно сопрешают том, в чем исповедовался. И так всегда. Где выход? Вот только что я сказал, что такое осуждение. Вот от противного здесь и выход. До тех пор, пока человек не увидит себя, что, оказывается, он не «я», а последние буквы в алфавите, он никогда не сможет избавиться ни от одной страсти. Святые отцерешительно говорят, что только рукою смирения изглаживаются. Испепеляются страсти в человеке. До тех пор, пока в нас сидит «я», невозможно освободиться. Оно нам не дает. Вот это вот гордыня, это тщеславие не дает нам возможность освободиться от страсти. Это главная корневая причина. Вот оно. И основной это наш грех, это, конечно, осуждение. Мы непрерывно все друг друга осуждаем. Вот где корень, сам корень. Но, естественно, есть и другие причины. Мы просто не боремся подчас с собой. Мы только любим Христа. Правда? Как хорошо! И не боремся с собой. Если бы мы хоть немножко наблюдали за собой и боролись бы, то постепенно, по мере нашего смирения, мы бы смогли побеждать и этот, или эти, лучше сказать, грехи, которых постоянно согрешаем. Никто не может освободиться от грехов, пока не увидит не увидит себя, кто он есть. До тех пор, пока я себя чувствую, и человек, это звучит гордо, ничего я не сделаю. Напротив, человек, который реально увидит, осмыслит себя, увидит, с пустой, повторяю, мыслишкой не могу даже справиться. Вот кто я! Сел за стол, уже все, едва дышу, и еще кусочек. Ну, это я! Простите, чуть ли не свинья. До тех пор, пока не увижу я это себя, я ни с чем не справлюсь. Так и буду валяться в этой грязи постоянно. Рукою смирения, говорят отцы, только исторгается страсти из души человеческой. Но, чтобы смириться, надо все-таки хоть немножко понаблюдать за собой. Что во мне творится в моей голове? что в моем сердце, что в моем животе и ниже. И тогда, может быть, увидим, кто мы есть. Можно ли поставить знак равенства между совестью и сердцем? Больше всего хранимого храни сердце свое. Ну, вы знаете, ну, какая разница? Ну, конечно, это разные вещи. Сердце – это, конечно, более широкое понятие, потому что сердце наше и чувствует, и переживает, и может общаться с Богом. Совесть – это только тот лакмусовый бумажка, который сразу реагирует на что? На недолжные наши поступки. Пока я ничего не сделала, она молчит. Сердце уже может говорить, а совесть реагирует на наши нарушения. Поэтому совесть – это только элемент, конечно, один из компонентов, я бы сказал, сердце. Но сердце, естественно, не испытывает, не исчерпывается совестью только. Как вы относитесь к тому, когда священный говорит вроде бы правильные вещи, но его влияние на общину или организацию, как бы он возглавляет, переходит в сильную зависимость окружающих от его мнения? Как выявить неявную опасность? Ну, вы же понимаете, что такие вопросы носят общий характер, и на них ответить невозможно. Это надо знать священника, надо знать ситуацию. Потому что есть такие действительно сильные личности, просто рождаются такие очень сильные, которые, так сказать, даже невольны, что называется, подчиняют себе. Если он, если он, так сказать, настоящий христианин, он будет с этим, конечно, бороться и в самом себе противостоять этой своей натуре. Но принцип, принцип отношений один должен быть. Не называй вас рабами, называй вас друзьями. Вот принцип, к которому должен стремиться и священник, и, кстати, должны стремиться и посомы. Мы же сами часто портим священника. Вы же сами знаете. И чем знаем тоже. Поэтому с обеих сторон нужно вести себя по-христиански. И тогда мы можем избежать очень многих опасностей. Уважаемый Алексей Ильич, я заведующий приходской библиотекой. Со склада епархии поступает много литературы, такое, о котором вы говорили. Как распознать ее? Дайте совет. Совет дать просто очень трудно. Я думаю, что если мы будем начитаны в святотеческой литературе, если мы хоть немножко ощутим ее дух, то многие книги мы сможем понять, к какой категории они относятся. Многие сможем понять. Сразу увидят, здесь не то. Когда из копчика там выйдет, знаете, пятиметровый астромордный змей, то, наверное, все-таки немного надо ума, чтобы понять, что это такое за литература. Правда же? Вот. Поэтому, мне кажется, нужно вот читать постоянно заведующей библиотекой, нужно быть начитаны в доброй литературе. И тогда это внутри уже какой-то критерий уже в человеке будет вырабатываться. Но я согласен, что некоторые книги не так просто оценить. Тогда уж нужно обращаться, может быть, к людям, которые, ну, более опытны, более знают, к тем же священникам надо обращаться, вот, как он считает. Все-таки они, я думаю, больше, наверное, понимают в этом вопросе. Другого, другого пути я не знаю. Посоветуйте сегодняшней православной молодежи на что обратить внимание при выборе супруга, вступившими в брак. Для вступления в брак. Для вступления в брак. Ну, вы знаете, так просто это ответить, это очень сложно, мне кажется, да. Я вам скажу, что сейчас развернута колоссальная вот эта кампания мирового масштаба, которая бросает молодых людей на самый такой обнаженный нерв, связанный вот с этими, с этой преждевременной допрачной жизнью. Мне кажется, что нужно стараться избирать себе тех, кто наименее что ли заражен этим вещами. И издревле всегда почиталась скромность, сдержанность, разумность. Это издревле, и всем известно. Совершенно очевидно, что те, кто на улицах начинают там целоваться и прочее, ясно, что у них никакой любви уже нет. Потому что все доброе по самой природе человек обычно скрывает. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. Это же великая мысль. Поэтому человек сокровище любое как бережет или всем показывает. Посмотри, у меня вот этот миллион долларов, посмотрите, иди по улице, показывайте. Будет кто-нибудь так делать? Скажу, что он сумасшедший. А здесь что ты делаешь? А, значит, я никакой цены не имею. Ты идешь, обнимаешься, целуешь. Значит, у тебя что это? Чушь. Вот, кстати, один, по крайней мере, из тех критериев, по которым уже можно судить о том, что за человека, какого рода эти отношения. Уже показатель. Ценные берегут и прячут. Пустушку, пожалуйста, все вам с мыльным пузырем пройдут по улице. Вот. Поэтому вот эти вещи очень важны. Ну и, конечно, вы же все прекрасно понимаете, что вступать в брак с разными мировоззрениями – дело очень опасное. Тем более с разным направлением жизни. Она в церкови, а он на дискотеку. Ясно такой брак долго не продержится. Правда же. Всем же понятно. Поэтому нужна и общность убеждений, и общность принципов жизни. Поэтому очень важно, конечно, познакомиться и увидеть, есть ли это единодушие. А если его нет, то лучше успокоиться и не вступать с тем, чтобы не было чего-то худшего потом. с чего начать разговор о Боге с учеником выпускного класса, сомневающимся в существовании Бога и желающим слушать о Боге? Ну, надо, может быть, задать ему вопрос. Как ты думаешь, почему многие верят, что нет Бога? Мне кажется, самый лучший разговор-то спрашивать. Вспомните великого Сократа. Он редко когда утверждал сам, но зато постоянно спрашивал. И я думаю, что тем более в таком возрасте это даже очень интересно поговорить, спросить у человека. Ну, как ты думаешь, почему это многие верят? Верят, что нет Бога. Потому что одно дело – я не верю. Такая чушь. Надо им показать, что верят. Только почему, интересно, верят? Мне кажется, вот с этого вопроса можно было бы и начать разговор. Наверное, он что-нибудь бы сказал все-таки. А может, и задумался. Ведь я вам скажу, что верить то, что нет Бога, это требуется гораздо больше, чем верить то, что есть Бог. Верить в небытие Бога, я вам скажу, это действительно уже потрясающая вера. Потому что вы обратите внимание хотя бы на самые простые вещи. Простую вещь скажу. Ну, о теории эволюции хотя бы. Наука не знает закона, то есть нет закона, не знает наука закона, по которому неживое, неживая материя могла бы породить жизнь. Нет такого закона. Не существует его в природе. Нет фактов, нет в природе, науке неизвестен. И я верю, что кучка грязи породила живую клетку. А отвечают биологи, да клетка чепуха. Если бы даже она возникла, она тут же погибла. Потому что нужна не клетка, а нужна миллиард клеток, миллиарды, чтобы они смогли существовать. Чтобы они могли существовать. То есть, вот видите, вера. Ну, почему верите? Закона нет? Нет. А почему верите? Верить в небытие Бога требуется гораздо больше сил, чем верить в бытие Бога. Ну, вот, может быть, можно начать и с этого. Ну, сами понимаете, вариантов может быть множество. Сейчас очень много говорят о том, что в сердце христианства любовь. Мы должны любить. И это главное. И тому подобное. Нет ли в этом опасности уклониться в такое отношение, после которого тяжело, как будто есть тяготящие, привязанность. Когда мы говорим, когда христианцы говорят о любви, то надо различать следующие две вещи. Две. Причем очень разные. Или, если хотите, два разных уровня, без различения которых можно попасть действительно в трудную ситуацию. Первое, когда говорит христианство о любви, о чем оно говорит? Оно говорит не об эмоциях наших, вы слышите? А о правильном отношении к человеке, о добром, справедливом, справедливом, по правде отношении к человеку. Он мне не нравится, я его терпеть не могу, но я вижу, он попал в труднейшей ситуации, и я только я могу ему помочь. Помоги. а он мне совершенно не нравится, никакой любви у меня к нему нет, никакого чувства абсолютно нет. Я вижу, что он пакостный человек. Так, ну что, осудить? Я чувствую, меня так и кипит всё. Процесс идёт внутри меня, никто не видит. Я могу осудить? А могу? Хм, так я же помню, а у меня что? Нет, Господи, помилуй, я такой же, как и он, только с другой стороны. У него только болит рука, а у меня болит нога. Только и всего. Вот такие вот вещи. Вот это, это, это очень, я вам скажу, важно, вот иметь именно вот такой подход. Тогда мы будем, тогда мы будем иначе, ну что ли, реагировать и относиться на все эти вот ситуации, ситуации в жизни. Первое, это правильные отношения к человеку, правильные что? По заповеди, независимо от моих чувств и от моих эмоций. Я должен отнестись вот справедливо, совсем другое уже. И к этому, я думаю, что искусственно стремиться нельзя ни в коем случае. Совсем другое, когда в моем сердце любовь к человеку возникнет. это уже, я вам скажу, это уже степень очень высокая. Об этом пишет, например, Исаак Сирин, когда говорит, что такое сердце милующее? Это возгорение, слышите, возгорение любви там о всякой твари, о всяком человеке, о самих врагах истины. Такое возгорение любви, что без слез и сострадания не может смотреть на какие-то болезни и страдания другого человека, другого существа. И говорит, что такой человек даже десятикратно в день сжигаемый за любовь к людям не удовлетворится этим. Об этом, я думаю, не будем мы мечтать. Наша задача на нашем уровне относиться по правде каждому человеку. Это и есть любовь. А по правде это не обязательно совсем не обязательно гладить по головке. Вы слышите? Совсем не обязательно. Вот пьяница, я его не возьму там в магазин торговать водкой. Правда же? Правда. И это будет верно? Верно. Вот так. Так что любовь христианская, она вовсе не обязательно связана с этой эмоциональной стороной человеческой души.